Наука и искусство, культура и образование. Мы первыми запустили спутник Земли, первыми отправили аппарат на Луну, первыми отправили человека в космос, и первыми вышли в открытый космос. Первыми начали делать операции на сердце, и первыми построили первую атомную станцию на Земле. И много еще хорошего и доброго первыми сделали для человека. Эти достижения, это жизнь народа, это сама история, это наша с вами история. История, в которой Великая Отечественная война, самая важная часть, это главные события 20 века. Итак, часть первая. Рациональный мир. Пересмотр итогов Второй мировой войны, это не больше, не меньше, как часть большого плана по изъятию России, то есть у нас с вами ресурсов и территорий. Давайте вместе выстроим простую логическую цепочку, шахтюн. Он уже сделан. Назначаются виновники войны. Ее, как теперь считается, на Западе, начали Диккер и Старшин. Они начали эту войну вместе, Третья РФ и СССР. Шаг второй. Он делается сейчас. Объясняется проигравшая. Раз ее начали силы зла, то победительные в ней, естественно, силы добра. Зло это тиранина. Сталин не видит. Добро это Америка, Атрия, и вообще мировая демократия. Федерин Сталин затесался в ряды победителей. Но и ничего страшного. Эту историческую билет мы исправили. Все равно в итоге сталинист потерпел краб, верно? Частично в 1956 году при Никите, а окончательно знаменитым кровавым 1991. Кто не верит, посмотрите на краб и умер. Дети не верят. Шаг третий. Объявляется, какое наказание должны принести виновные в развязывании боевых. Они же проигрывают. Германия положила. За все уже в сплате. Еще в 1945 году. А вот Россия, Россия как преемница СССР, еще не расплатилась. И должна, должна, должна вернуть незаконно оккупированные Калининградскую область, Курицкие острова, Сахалин, Карелию, Выборг, и заодно уж Приморье, Кавказ и Крым, саму согласен. Уйти навсегда из СНГ и Восточной Европы, убрать свой бизнес из Европы западной. Воевать за Курилы и Восточную Пруссию никто с Россией не будет. Дорого, хлопотно, рискованно и вообще очень страшно. Да и зачем принуждать, если сами отходим? Нужно только нам самим поверить в то, что отдать это правильно, и справедливо, и очень демократично. Как в проклятом 1991, когда страна наша совершенно без всякой войны понесла огромные территориальные потери, невиданные в своей истории. Ведь все еще рады. Ну, почти что. Итак, часть вторая. Это цена. Вам приходилось слышать, что цена той победы, нашей Великой Победы в 45-м году, была неоправданно высока. Слышите? Стоило ему класть 27 миллионов жизней наших соотечеств ради победы над культурными и высоко образованными немцами. При них же порядка, но строения было больше. И больше гораздо, чем при большевиках и при нынешней власти, жили без себя светло, спокойно, уютно, как, например, в солнечной Баварии. И водки нашим мужикам немцам не давали много, и нашего русского Ивана хорошему делу пристроили бы. Так вот этот разъедающий мозг и душу нашу извечный миф бьет нас с вами не меньше, чем басни, их басни, об извечном русском пьянстве, о непроходимой русской лени, о нечеловеческой жестокости нашей истории и присущей только нам тяги к рабству и почитанию всякого ранга начальства. В Европе на уровне резолюции ПАСЕ небезызвестны. Уже давно уравняли товарища Сталина и Гитера официально. Но сопоставимы эти люди. Разве может Россия принять и понять подобные сравнения? Режим Сталина был репрессивным, но режим Гитера был человеком ненавистничества. Разве можно ставить их прядь, но прожает Патриарх Кирилл. И с ним каждый нормальный человек, знающий и любящий свою Родину, не может не согласиться. Давно пора понять, что история СССР это не история КПСР и деяний полюберок. Это история нашего народа. Достижения этого народа это наши с вами достижения. Нам всем надо наконец понять, хорошо все, что укрепляет страну, народ и личность. Это массовый героизм и победа в самой страшной войне. Это индустриализация, и военно-промышленный комплекс, наука и искусство, культура и образование. Мы первыми запустили спутник Земли, первыми отправили аппарат на Луну, первыми отправили человека, космос, и первыми вышли в открытый космос. первыми начали делать операции на сердце, и первыми посолили первую атомную станцию на Земле. И много еще хорошего и доброго первыми сделали для человека. Эти достижения, это жизнь народа, это сама история, это наша с вами история. История, в которой Великая Отечественная война самая важная часть, это главное событие XX века.